всем привет на связи информационный проект записки вебмастера из этого видео вы узнаете как дешево или вообще бесплатно создать логотип для своего сайта с помощью фрилансеров или вообще своими руками существует два способа по созданию логотипа для сайта во первых вы можете заказать его у фрилансера это будет стоить недорого я лично рекомендую две биржи фриланса это во первых биржа могу за и фриланс точка ру ссылка на них будет в описании к видео лучше всего поискать исполнителя на сервисе могу зато можно найти дизайнера который вам создаст логотип рублей где-то за 200 или 300 второй способ это создание логотипа собственными руками во первых вы можете его создать фотошопе путем использования иконок различных картинок и красиво оформленного текста ссылка на видео где рассказываю на каких сервисах можно найти эти все иконки и картинки будет также в описании но данный подход требует от вас навыков работы с программой photoshop и собственно ее наличие у вас на компьютере поэтому данный способ подходит не всем но есть еще один вариант бесплатного создания логотипа для сайта ну как бесплатный он отчасти платный но я вам покажу как это все сделать можно бесплатно в общем это создание логотипа с помощью конструкторов я лично пользуюсь конструктором turbo logo ссылка на него будет в описании давайте создадим логотип и так я перехожу на сервис turbo logo для начала вам нужно зарегистрироваться для этого кликаем по кнопке войти а затем в появившемся окне выбираем регистрация если конечно вы никогда с этим сервисом не работали и так появившимся окне регистрация вводите логотип и пароль и кликайте по кнопке регистрация после чего вы на этом сервисе будете авторизованным пользователем а к вам на почту придет письмо с регистрационными данными а при последующем использование данного сервиса вам нужно лишь будет авторизоваться через вкладку войти в общем что я и сделаю так как аккаунт на этом сервисе у меня уже создан и так мы авторизовались теперь для создания логотипа давайте кликнем по кнопке создать логотип в появившемся окне верхнюю область мы вводим название компании а в нижнюю слоган или специализацию компании например фотостудия или салон название и слоган для корректного отображения должны быть максимально короткими в нашем случае я заполню только область с названием компании и кликну по кнопке продолжить далее вам нужно на втором шаге выбрать цветовое оформление вашего логотипа я выберу вот эту самую солидную цветовую схему и кликну по кнопке продолжить на третьем шаге мы должны подобрать иконку например нашем случае я хочу разместить фотоаппарат для этого я в области поиска ввожу слово фотоаппарат как вы видите конструктор отобрал иконки по моему целевому запросу теперь мне нужно отобрать только те иконки которые я хотел бы добавить к вариантам моего логотипа вот например я хочу добавить эту иконку для добавления мне нужно просто кликнуть по ней левой кнопкой мыши и она отправится в одну из этих трех областей вот так всего можно так добавить три иконки и так и отобрал три иконки и кликаем по кнопке посмотреть логотипы как вы видите конструктор сформировал для нас различные варианты если ни один из сформированных логотипов вам не понравился то внизу экрана кликайте по кнопке создать еще и в итоге конструктор сформирует для вас еще другие варианты и так продолжайте пока не найдете по-настоящему классное решение я выберу вот этот логотип и кликну по нему левой кнопкой мыши пожалуйста вот так выглядит мой логотип также конструктор здесь презентуют его внешний вид на визитках документах вывесках и мобильных приложениях я выбрал логотип на черном фоне так шапку сайта планирую сделать черный и мне нужно чтобы в логотипе использовались белые буквы и белый цвет иконок кроме того нам нужно будет использовать логотип на прозрачном фоне то есть мы удалим черный фон а и делить черное от белого проще всего в общем выбирайте цвета для логотипа исходя из планируемого дизайна сайта кроме того здесь логотип можно подредактировать изменить цвета название на самом логотипе поменять иконку и изменить расположение объектов посредством этого меню меня же все устраивает я ничего менять не буду а как же сохранить его к себе на жесткий диск существует два пути один платный другой бесплатный правом верхнем углу есть кнопка скачать кликаем по ней и перед нами откроется окно где нам предложат купить логотип выбрав при этом пакет сотрудничества как вы видите стоимость данной услуги обойдется вам от 700 до 3000 рублей в зависимости от того какой пакет вы выберете но как-то не очень хочется тратить на это деньги а лучше пустить их на рекламу так что же делать итак находясь вот в этом положении так чтобы наш логотип попадал в поле зрения мы делаем снимок экрана то есть кликаем по кнопке print screen расположенной на клавиатуре выглядит она вот так а затем я буду использовать два графических редактора обычно я все операции над изображениями осуществляю фотошопе но не у всех он установлен поэтому я покажу как это очень просто можно сделать помощью примитивных стандартных редакторов paint и paint.net paint установлен изначально на windows как стандартный редактор ссылка же на второй редактор именно paint.net будет под видео итак мы сделали снимок экрана запускаем редактор paint и вставляем скопированную картинку путем нажатия сочетания клавиш контур v далее мы на панели инструмента выбираем левой кнопкой мыши функцию выделить и выделяем логотип вот так а затем кликаем правой кнопкой мыши и выбираем вырезать затем в paint наводим курсор на вкладку файл выбираем создать не сохраняя изменения в новой области нажимаем сочетание клавиш контур v вот наш логотип появился теперь в самом низу редактора находим маркер зажимаем левой кнопкой мыши и переводим его границам логотипа то же самое делаем и справа маркером вот так далее сохраняем логотип то есть наводим курсор на вкладку файл затем на команду сохранить как и выбираем page формат задаем название для нашего логотипа выбираем место куда мы хотим сохранить его на жесткий диск и кликаем по сохранить после того как логотип сохранился мы закрываем редактор paint а также вкладку с конструктором turbo logo теперь вам нужно запустить редактор paint нет проще всего это сделать так на сохраненном изображении нажать правую кнопку мыши и выбрать открыть с помощью paint нет и так вот открылся наш логотип в редакторе paint нет с помощью этого редактора мы удалим черный фон и сделаем наш логотип прозрачным с белым шрифтом для корректного отображения и так для того чтобы удалить фон нам нужно на панели инструментов кликнуть по раскрывающемуся списку инструмент и выбрать волшебная палочка в итоге у нас активизируется данный инструмент и отобразится шкала чувствительности которая отвечает за насыщенность света которому мы применим данный инструмент чем меньше коэффициент чувствительности тем более детальное выделение получится я оставлю чувствительность на 50 и так как же удалить фон все просто при активном состоянии волшебной палочки просто кликаем левой кнопкой мыши на области которую я хочу выделить а затем нажимаем на клавиатуре клавишу delete вот так как вы видите редактор удалил все цвета которые были идентичны цвету фрагмента который мы выделяли шашечки символизируют прозрачность элементов теперь давайте удалим все остальные элементы черного цвета вот так далее сохраняем изменения наводим курсор на вкладку файл и выбираем сохранить как задаем имя определяем место расположения обязательно выбираем формат png так как только в нем возможно сохранение прозрачных изображений и кликаем по кнопке сохранить далее в появившемся окне кликаем по окей и все ваш логотип сохранен теперь закрываем редактор я вас поздравляю вы только что своими силами используя довольно таки классические примитивные инструменты создали свой логотип такой какой хотели и самое главное сэкономили некоторую сумму денег которую можно теперь потратить например на рекламу на этом у меня все с вами был обучающий проект записки вебмастера не забывайте подписываться на канал до встречи на волнах наших эфиров